Меня зовут Светлана. Я работаю в компании Luxoft на позиции agile коуча и карьерного менеджера, карьерного коуча. То есть что я делаю? Я делаю процессные трансформации, перевожу процессы на agile и коучу скрам-мастеров, delivery менеджеров, продукт-оунеров. В основном в коучинге мы пытаемся с человеком либо продвинуться выше по карьерной лестнице, если у него есть такая заинтересованность, либо же где-то двигаться в горизонтали. Опять же зависит от интересов человека. Здесь есть немножко про меня информация. Сейчас я работаю в Киеве. До этого много лет жила в Минске, работала в компании Exodel на позиции PM. Может быть кому-то известна эта компания. Даже встретила здесь вчера знакомых и сегодня их вижу. Да, очень приятно. Что же такое коучинг? Скажите, кто из вас когда-либо выступал в роли коуча? Мы так проснемся после обеда. Ага, спасибо. А кто из вас когда-либо был клиентом коуча? Хорошо. Есть люди. Значит, коучинг это обычно поиск либо направления, в котором мы хотим двигаться, если нам не совсем понятно, чего мы хотим. Вот человек работает на работе какое-то количество лет, а потом приходит коуч и говорит, что-то я чувствую, что у меня как-то не очень. Может быть мне хочется немножко больше новизны, или может быть мне хочется немножко меньше чего-то, или хочется чего-то другого. И мы ищем вот этот вот пункт B назначения. Либо мы, если человек уже знает, чего он точно хочет. Например, у него есть позиция middle project manager, он хочет быть senior project manager, или хочет пойти в program management, или в директора. И тогда мы с ним работаем уже в этом направлении, как бы движемся выше по его карьерной лестнице, если точка назначения нам известна. Что же такое селф-коучинг? Это то же самое, когда мы сами себе делаем различные коучинговые техники, задаем какие-то расширяющие нас вопросы, работаем с нашими ограничивающими убеждениями и сами себе помогаем продвигаться. Преимущество селф-коучинга? Он бесплатный, с одной стороны, но все равно вам необходимо тратить некоторые суммы на то, чтобы ходить на тренинги для того, чтобы как-то самообразовываться, читать литературу. Так что он как бы бесплатный, сама коучинг-сессия для вас будет бесплатная, в отличие от коучинг-сессии с коучем. Также во время селф-коучинга можно полностью контролировать процесс, так как для некоторых людей они боятся, что ими будут как-то манипулировать, внушать им что-то, что-то с ними производить, какие-то действия, которые, может быть, им некомфортны, они хотят знать, что точно происходит. Поэтому, когда мы сами себе задаем вопрос и сами себе делаем какие-либо коучинговые техники, мы можем контролировать процесс, и для кого-то это будет большим плюсом. Также занимаясь коучингом, даже если вы никуда не двигаетесь, то есть если вы просто решили как бы пойти на курсы коучинга, например, в Эриксоновский университет, или вы решили что-то почитать по коучингу, то вы как бы уже начинаете изменять свой мейнсет. Вы будете замечать, что вы немножко по-другому учитесь смотреть на вещи. Из так называемой третьей позиции, когда из позиции наблюдателя, когда мы можем немножко абстрагировать из нашей первой позиции или из второй позиции, как чувствует или думает наш собеседник, а немножко посмотреть на ситуацию с другой стороны. Преимущество коучинга – поддержка и вдохновение со стороны коуча. То есть это человек, который с нами работает, который нас мотивирует, мы можем использовать его как бы энергию, его заряд. То есть это большой плюс. Сильные вопросы. Коуч может нам спросить те вопросы, которые мы бы сами могли бы не подумать, не придумать. Если кто-то вот из вас работал с коучингом, я уже видела, есть такие люди, кажется, что уже все над этой проблемой, вот уже бьешься, достаточно длительное время, уже все обдумывал, тут задают такой вопрос, и ты так, да, а в этом направлении я как-то еще не задумывался, да, действительно можно было бы двинуться туда. И это сторонняя экспертиза. Что это значит? Например, у меня есть опыт в менеджменте проектов. Соответственно, человек, с которым я работаю, если в какой-то момент понадобится моя экспертиза не коуча, не человек, который работает больше по формату, а именно как менеджер, он может сказать, слушай, у меня такой кейс, вот у меня есть такой клиент, у него такой бюджет, у меня такой вот есть проект, столько-то людей, есть какая-то сложная ситуация, что ты посоветуешь? Я тогда могу ему сказать, смотри, я сейчас выступаю не в роли коуча для тебя, а как бы надевая шапку консультанта и говорю, я сейчас для тебя консультант. И я тебе просто действительно дам несколько советов, как бы я поступила в этой ситуации, но все равно как бы ответственность твоя. И ты учти, что в этом случае я для тебя эксперт, я для тебя консультант, не коуч. Поэтому вы сможете использовать эту стороннюю экспертизу коуча, если она у него есть. Например, у него хороший опыт в бизнес-анализе каких-то требований или в тестировании, тогда вы сможете использовать еще эту экспертизу, может быть, которая у вас не достает. Чем коучинг не является? Коучинг — это не терапия. В коучинге мы больше фокусируемся на том, что у нас в будущем, а не на том, что у нас как бы в прошлом. Мы работаем от текущего момента. У нас есть какая-то сейчас ситуация, нам больше в коучинге все равно, то есть почему она произошла. Мы не говорим там, ну что там у тебя там было там в детстве, там с мамой, там с папой отношения какие, как вот так произошло это все. Окей, у тебя такая ситуация произошла, у тебя есть, например, недостаток софт-скила коммуникации. Что нам с этим делать? И мы движемся вперед, как бы смотрим, думаем, работаем, что нам с этим делать. В терапии мы больше будем двигаться назад, мы будем разбирать ситуацию, что с нами произошло в прошлом, почему, искать какие-то причины. И когда мы их найдем, мы сможем изменить наше будущее посредством как бы изменения прошлого. В коучинге так не происходит. В коучинге теперешняя ситуация движение вперед. Коучинг это не консалтинг. Как я уже говорила, если я начинаю консультировать человека и говорить ему конкретные ответы на конкретные вопросы, я работаю как консультант. Я уже в этом случае работаю не как коуч. И коучинг это не дружба. В дружбе нам очень важен процесс, ну и какой-то приятность вот этого процесса. Нам обычно хорошо с человеком, с которым мы дружим, мы вряд ли будем дружить с людьми, которые нам как-то дискомфортны, неудобны. Вот. А в коучинге в принципе коучинг это тот человек, который будет вас немножко как бы подвигать из вашей зоны комфорта. И возможно он может вызывать у вас даже некоторое раздражение. Вам будет так, ну не очень удобно. Поэтому не обязательно иметь с коучем как бы такие очень душевные отношения. В коучинге важен результат, а в дружбе важен процесс. Как бы поэтому, да, бывает неприятно, бывает немножко больно, но зато достигается результат. Уровни изменений, на которых работает коучинг. Кто знаком с этой пирамидой дилца? Ага. Коучинг хорошо работает на уровне поведения, на том, что человек делает. Например, человек как-то некорректно общается со своими подчиненными. Или человек наоборот. Подчиненный не может выполнить задачу, а человек всегда такой, а да ладно, давай лучше я сам ее сделаю, как бы быстрее мне будет там в два раза это сделать. Это уровень поведения. Но под поведением могут быть еще какие-то способности. Человек может делать эту задачу себе, потому что он ее умеет делать, потому что у него есть навыки, способности, скиллы. И коучинг тоже может поработать с этими скиллами. Как со скиллом тайм-менеджмента коучинг может поработать, как со скиллом делегирования. Коучинг может работать и с убеждениями человека. Например, менеджер может считать, что все задачи может выполнять хорошо только он сам, а сотрудники как бы не способны. Или сотруднику нужно дать очень четкую инструкцию выполнения задачи, то Только тогда он справится. То есть сам он как бы, ну вряд ли вот так, так хорошо выполнит ее без этих конкретных шагов. Это вот убеждение. Их можно менять при помощи коучинга. Вот уже с более высокими уровнями, которые миссия и которая самоидентичность, там больше работает терапия. То есть там мы немножко глубже уже уходим в причинно-следственные до связи, в саму личность человека, долго там как бы копаемся в ней, пытаемся изменить. Там коучинг практически не работает. Потому что это все-таки немножко уход уже в прошлое, глубже. И коучинг не работает на уровне окружения. Потому что если человеку жарко в помещении сидеть, или плохое освещение какое-то в помещении, или у него неудобный стул, ну тут не надо его коучить. Надо там стул поменять, там, как не знаю, окно открыть, вентиляцию наладить в помещении. Там нечего коучить. Мы должны выяснить в коучинге, когда мы хотим делать коучинг-сессию. Для себя, допустим, если мы занимаемся селф-коучингом, или для человека. Нам важно понимать, что у нас есть время, что нас не будут увлекать звонками, что нам не будут кто-то входить в аудиторию, выходить. Потому что если делаете порой коучинг-сессию с человеком, если вы со своим подчиненным, с его согласия решили сделать коучинг-сессию, это должна быть более-менее закрытая переговорка, что вас не беспокоили, вы могли спокойно вести с ним диалог. Важно также, чтобы это было место, в котором есть какое-то пространство, если вы делаете коучинговые техники, которые подразумевают пространственные какие-то действия. Потому что мы будем рассматривать техники, для них нужно место. То есть сидеть в них сложно, может не получиться. Важно понять также, зачем, но тут есть такой хитрый момент. Иногда люди так закапываются в эти причины, зачем, зачем что-то я хочу изменить, почему, что очень много уходит ресурса и коуча, и самого человека на вот этот, как это называется, на собирание симптомов. В итоге симптомы нам все известны, зачем, но мы никуда уже не продвинулись, потому что время сессии заканчивается. Это то, что я наблюдаю у начинающих коучей. Вроде все выяснили, почему так, вроде как бы собрали информацию, но никуда не двинулись, ресурса уже нет. И времени нет, и сил нет. Потому что если там час выяснять, что там, почему, да как, а не искать шаги в это движение вперед, то можно очень устать и человеку утомить, потому что он постоянно крутится в этой проблеме, и самому утомиться. Также важно понять, как вы собираетесь это делать, с помощью каких техник, какой способ будет. Потому что иногда человек приходит, озвучит вам один запрос, вы начинаете раскручивать этот запрос, вы сначала придумали одну технику, что вы сейчас начнете с ним, ага, там что-то трехпозиционное описание конфликта делать, вроде как это выглядит как конфликт, потом вы оказываете, что не конфликт, а это убеждение. Нужно применять технику для работы с убеждениями. Ну то есть над этим тоже как бы стоит задумываться. Сейчас мы будем рассматривать техники примера. Значит, первая техника помогает нам интегрировать тот опыт, которого у нас еще нет. Как бы сказать нашему мозгу, что послушай, как будто вот это произошло. И наш мозг такой, он такой, говорит, ну окей, раз это произошло, мне уже не страшно, например, это делать. Мне уже не страшно выходить, выступать перед аудиторией. Или мне не страшно прыгать с парашютом. Или мне не страшно делать какую-то важную презентацию. Или не страшно ехать в офис клиента, расширять бизнес, какие-то новые возможности показывать ему, которые у него есть с этим вендором, от которого вы выступаете. Эту технику также можно делать, если вы что-то делаете не только новое, но, например, у вас есть какие-то телефонные разговоры с клиентом на английском, может быть, как-то сложно это делать. Ее можно тоже делать и для этих вещей, которые не первый раз, но которые сложно все равно делать. Чтобы как будто сказать мозгу опять, что, слушай, это уже было, это уже было там неоднократно. Значит, как делать эта техника? Сейчас я возьму немножко атрибутов. Для этой техники нам понадобятся некоторые токены, ну, это можно использовать что угодно, маркеры, стикеры, не знаю, игральные карты, что вам приятно. Вы определяете какое-то событие, к которому вы готовитесь при помощи этой техники. Например, событие, презентация для клиента, какого-то, может быть, нового проекта, вы хотите получить какие-то инвестиции от него или расширение вашей команды, и вам нужно ехать в офис этого клиента и презентовать эту как бы новую возможность для вас. Скажем, это назначено на, например, 20 июня. И у вас как-то так некомфортная ситуация, что вам как-то вы себя не чувствуете уверенно, вы вроде материал весь знаете, знаете там, что делать, хотите хорошего результата, но там не хватает немножко чувства уверенности, что-то вы волнуетесь. Тогда вы представляете себе. Это делается как бы все с большего в голове, ну, и на каком-то там отрезке пространства. Встреча назначена на 20 июля. Вы представляете себе, или, допустим, если вы работаете с человеком, вы просите его описать, что он делает 19 июля вечером. И говорите ему, вот хорошо, давай, это как бы у нас точка такая отсчета начинается. Ну, тогда ставите какой-то маркер. Он как бы подходит к этому маркеру и говорит, окей, 19 июля, пусть это будет вторник, это будний день, я прихожу с работы домой, в общем-то, как каждый будний день. Что ты видишь у себя дома? Я вижу дома там, не знаю, как бы прихожая у меня такая, и просите его в деталях описать его прихожую. Нам нужно очень сильно погрузить человека в ситуацию, что вот это 19 июля, просить его говорить в настоящем времени, просить его больше деталей, давать, говорить, а что ты слышишь там, вот когда ты приходишь домой? Ну, не знаю, у меня там ребенок обычно шумит в это время, ну, вот как-то так, какие-то звуки он слышит. А потом спрашиваете, когда он погрузился уже в ситуацию, когда он уже там с этими деталями. Детали важно спрашивать. Вам, в общем-то, все равно, как зовут его жену там или ребенка, но это ему помогает в этой ситуации ближе соприкоснуться. А вы спрашиваете его потом, слушай, а как ты себя чувствуешь вот вечером 19 июля, когда у тебя встреча, это 20? Он такой, да, нормально себя чувствую. Ты как-то думаешь об этой встрече? Да не, да я вроде не думаю, я думаю о том, чтобы поужинать. Классно. Бывает на этом моменте уже человеку дискомфортно сильно, он говорит, блин, я уже не могу, вот мне надо поужинать, у меня уже там все скручивается в животе, мне жутко вообще от этого всего. Тогда вы еще как бы на шаг назад отходите и говорите, хорошо, давай начнем немножко раньше, утро 19. Ну вот я обычно начинаю за сутки до события, ну как такое моделирование такое. Значит 19 июля вечер, скажем, человеку идут еще все нормально. Тогда следующий отрезок, который я буду ему предлагать, это будет 20 утро. Чем более волнительно и чем более вам более, ну как-то более волнительно человек вам озвучивает, что он себя чувствует, тем более мелкие отрезки вы делаете. Тут он как бы сказал, что он такой вроде окей. Значит утро 20 июля. Что ты делаешь? Я просыпаюсь. Что ты видишь перед собой? Попиши. Ну моя спальня там такая, 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 окно там, зашторено, ну и так далее. То есть в детали, в детали, в детали. Ушли, он туда погрузился. Что ты слышишь? Там дорога за окном. Как ты себя чувствуешь? Ну так, какой-то есть такой, я вспомнила про это, что мне нужно ехать к клиенту в офис, чувствую небольшую, так что нервозность. А как ты так вот, выражается это как-то? Ну так, говорит, что-то, ну и начинает что-нибудь вам показывать, например, вот такое, или какое-то такое, или там что-нибудь вот такое. Да, а что это, скажи? Что-то так вот мне в плечах как-то тяжеловато. Ну я обычно спрашиваю, слушай, а вот от нуля до десятки на сколько тяжеловато? Он такой, ну на троечку. Ну вот это еще не повод работать вот с этим как раз. Это хорошо, что появилась кинестетика, вам она важна, потому что в этой технике важно проработать кинестетику несколько раз, чтобы потом у человека на выступлении кинестетики было меньше, вот этой негативной, когда у него там что-то трясется, там или болит, или зажимает. Хорошо, что она здесь появилась, но как бы она еще такая спокойная, на три балла из десятки. Окей, 20-е мы как бы поработали, давай 20-е там ланч. Ну ты пошел уже на обед. Ну и то же самое. Все то же самое, как что ты видишь вокруг, какие звуки там, какие люди тебя окружат. Он ходит там в ту же кафе, в которую он обычно ходит, там слушаете как. И вот тут он говорит, слушай, что-то меня начинает перед обедом так трясти. Я говорю, что такое трясти? Он такой стоит, слушай, да у меня сейчас колени трясутся. Я говорю, о, круто. Ну потому что вы получили ту кинестетику, которая вам нужна. Вот как раз эту реакцию, от которой мы стараемся как-то немножко уйти на выступление его непосредственно перед заказчиком. Я говорю, слушай, а насколько от нуля до десятки, он такой, блин, на восемь. Тогда мы его можем вывести вот из этой вот линии, по которой мы вводили. Сказать, ну смотри, тут сейчас мы находимся с тобой там в какой-то переговорке, там в комнате, тут, значит, все нормально. Но обратим ему внимание на освещение, чтобы он просто вернулся в состояние, в котором он сейчас. Можно предложить ему воды, попрыгать. Это так называемая растряска состояния. Ну то есть мы его из этого состояния выводим, потому что она стала очень сильная. Так и себе тоже можно делать. И начинаем все заново. Если мы из техники вышли, мы начинаем ее заново. Опять-опять проводим. Тут, например, он такой сказал, не восьмерка, ну что-то улеглась эта кинестетика, такой опять на пятерку. Хорошо, идем дальше. Так как у меня маркеры в виде воды заканчиваются, то это уже вечер 20 июля. Как раз ему нужно к клиенту ехать. У него, допустим, там пять вечера. И это, например, вход в офис к клиенту. И мы тоже знаем. Как выглядит вход в офис? Даже если человек не знает примерно, как он выглядит, можно найти на Google Maps, посмотреть, как выглядит здание, куда человек едет. Это сейчас все реально. Ну или, да, какое-то здание. Там примерно. Может кто-то из коллег ездил уже в это здание, может рассказать. Серое здание, там большое. Или он знает, что он будет заходить в какую-то комнату для переговоров, где будет проектор с его презентацией, потому что можно презентацию как бы презентовать заказчику. И мы тогда его начинаем опять спрашивать, опять как он себя чувствует, если сильные нервы выводим, если такие нервы нормальные оставляем тут. Еще обычно я потом делаю мелкие шажки с ним на какие-то, вот допустим, на начало самой презентации. Например, первый слайд презентации. Я спрашиваю у человека, вот он как раз слайд, мы его открываем. Хорошо, если у него есть перед собой слайд. Скажет, на этот слайд ты какую фразу говоришь? Он начинает говорить фразу, вы опять все спрашиваете, что ты видишь? Ну я вижу перед собой людей. Там будут твои знакомые какие-то? Ну да, возможно, там будут мои знакомые. Ну вот посмотри на их лица, опиши мне эти лица. Второй слайд презентации. Вот я сначала, допустим, крупными чанками могу идти, а когда это событие уже вот совсем-совсем-совсем рядом, я могу идти там пятиминутными чанками. Скажем, 3-4 таких чанка сделать. Ну, чтобы у него немножко с презентационным материалом связалось то, что он там будет говорить. Или с какими-то его другими словами. Если у него нет презентации, если он так просто что-то приехал рассказывать, чтобы с каким-то все равно текстом немножко, чтобы он начал текст, и у него состояние, это его такое более-менее спокойно этот текст вытащил. Вот. Мы это все проделали. Первый раз вот эта вот штука делается довольно долго. Она может минут 40 занимать. Вот с этой себе проработкой, там, выходом, входом туда. И вы когда сами себе делаете, это вы тоже, ну, долго ее нужно сделать. А потом уже она прогоняется, ну, если у вас хватит терпения, раз 10. Это хорошо, если ее так можно прогнать. Но, короче, с этим есть такой прикол, что можно так сильно сделать эту технику, что потом как бы вы выйдете куда-то выступать, или вы придете, приедете с кем-то общаться, и у вас начнется такая легкая апатия. Ну, у меня просто такое было. Я так готовилась к одной конференции в Польше, она была для меня очень важна, я что-то так вышла и… Ну, сейчас поговорим. Ну, то есть как-то вообще вот никак. Вот этого адреналина немножко не хватало. Поэтому, ну, вы делаете так, чтобы все равно оставаться в тонусе эту технику. Наверное, по ней все. Но вот смысл с ней, то что и вообще со многими коучинговыми техниками, про то, что их нужно сделать. Вот в голове она, короче, не получится. Вы можете подумать, я сейчас представлю, как это я там делаю, и подумаю об этом. Так вот так она вряд ли сработает. То есть ее нужно встать, физически сделать. Можно даже с кем-то, кто просто будет задавать вам вопросы. Ну, он вам просто поможет оставаться в фокусе, этот человек. Вы ему расскажете технику, и вот покажете, как это делать, и он такой стоит рядом с вами, задает вопрос. А вы там уже сам себе думаете, там, как это должно быть, и желательно ему озвучивайте эти детали вместе. То есть смысл ее делать. Следующая техника, про которую я хочу рассказать, это техника больше для оформления коучинговой беседы. Она называется T-Grow. Кто-нибудь может быть знаком уже с этой. Ну, это как формат ведения коучинговой беседы. Сначала при коучинге мы задаем какую-либо тему. Например, пришел ко мне менеджер, он проводит совещания статусные. Говорит, мы очень много на этих совещаниях смеемся. Я говорю, ну, классно, наверное, весело. Говорит, ты знаешь, мы не успеваем рабочие вопросы прорабатывать. У нас хорошая, как бы такая дружная атмосфера. Мы друг друга давно знаем. Ну, вот я говорю, слушай, а вот какая твоя цель? Ну, не смеяться же. Ну, наверное, как бы хорошо поставить тут такую дружную атмосферу. Он говорит, ну, цель как-то немножко больше статусов проговаривать. А то первые как бы все свои проекты расскажут, а уже последних там времени не хватает. Вот. Хорошо, цель определили. То есть, чтобы всем равномерно хватало времени высказаться в рамках этого совещания. А что сейчас у вас происходит? Ну, вот сейчас, как я и говорю, значит, пришел один человек, второй, там, третий высказаться, кто первый пришел, кто там чуть-чуть пришел попозже, потому что они попозже начинают говорить, на них не успеваем мы, и, в общем, там уже непонятно, что происходит. Но за то время мы хорошо провели. Вот такая у нас как бы сейчас реальность есть. Какие у тебя есть опции? Ну, прийти менеджерам сказать, хоррэ ржать как бы реально. То есть все как бы. Мы теперь серьезно проводим совещание. Ну, такая опция. Я не знаю, говорю, как тебя воспримут. Я спрашиваю, а ты коллегам говорил? Они видят вообще в этом какую-то проблему? Нет, не говорил. Ну, опция. Можно просто прийти к коллегам и сказать, слушай, мне кажется, что вот мы много тратим времени на то, что мы как-то построены беседы там, или вот мы много смеемся, какие-то шутки, анекдоты. Окей. Что еще можно сделать? Можно замерить то время, которое мы проводим вот в этих неформальных беседах, в неформальных каких-то шутках. Затаймбоксить его и потом сказать, слушайте, коллеги, у нас было вот совещание там 2 часа. Мы потратили 20 минут как бы на то, что просто весело провести время. Мы хотим так продолжать? Нам это нормально? Или нам совещание увеличить еще на 20 минут? Конечно, не факт, что не будет 40 минут потом занимать это все веселье. Но то есть предложить такие различные опции. Это сам человек вам вот как коуч рассказывает про эти опции. Вы просто его как бы ведете по порядку. Сначала цель беседы, потом сначала общую как бы тему беседы, потом цель беседы, потом реальную ситуацию, потом возможные опции. И потом вы спрашиваете, так что ты делать все-таки решил вот в итоге? Какие шаги твои будут следующие? Очень важно это интегрировать в будущее. Что же все-таки будет происходить, когда ты придешь в следующий раз на совещание? Он говорит, ну я, наверное, скажу им, что мне кажется, что мы как-то много очень веселимся на совещании. И я, наверное, все-таки возьму с собой таймер. Ну есть такие вот, их часто используют в скрам-командах, таймеры кухонные в виде помидорчиков, там перчиков. Их заводишь, вот. И он потом очень противно звенит, когда закончилось какое-то время. Вот они начинают смеяться, он его заводит на какое-то время, примерно на 10 минут. Они не закончили в течение 10 минут, он прозвенел. Если они закончили в течение 10 минут, он посмотрел, ага, сколько было минут, на сколько они насмеялись, на 5 минут, записал 5 минут. И в конце совещания он говорит, я им скажу, вот сколько мы там смеемся, и потом мы решимся вместе, что делать. Хорошо, то есть какой-то план вперед он немножко проработал. Вот это вот T-Grow хорошо работает со смарт-моделью. Я думаю, что многие из вас ее знают. То есть если вы ставите какие-то цели, они должны быть в формате смарт. Просто чтобы стало лучше там, или чтобы мы как-то, стало чего-то больше или чего-то меньше, оно тоже обычно плохо работает. Ну вот если у вас есть смарт, вы можете ее привязать как бы к T-Grow, и вместе оно хорошо отработает. Но это тоже для коучинг-беседы. То есть вот эта вот техника, а там мы просто как бы больше беседуем с человеком. Так, про практику я рассказала, про пример этот. Еще что можно использовать? Сильные вопросы. Вот этот фреймворк, я назвала сезоны, он фокусируется на четырех типах вопросов. Порой в беседе мы очень увлекаемся каким-то одним типом. Например, почему? Как ты думаешь, почему это произошло? Почему это случилось? Почему так вот они себя повели в этой ситуации? Почему то, почему это? И не переходим на другие типы вопросов. Вот я вот здесь представила по всем категориям различные типы вопросов, которые можно задавать. Можно задавать вопросы о том, ну что делать с этим? Вот хорошо, что-то произошло. Можно как-то подбодрить человека. Можно с человеком проговорить про какие-то риски, которые в ситуации могут проявиться. То есть смысл вообще фреймворка вопросного именно походить по разным типам вопросов. И очень хорошо, если вы сможете у себя заметить, какие чаще всего вы задаете вопросы человеку, с которым вы работаете, или людям, с которым вы работаете, вашим коллегам, теми, вашему менеджменту, или людям, которые у вас в подчинении. Что вы их чаще всего спрашиваете, и попробуйте найти другие типы вопросов, чтобы изучить ситуацию с лучшей стороны, с другой стороны. Иначе, может быть, вы все время изучаете там только аспект рисков, или только аспект причин, или только смотрите вперед, и никогда не анализируете, что же там произошло в прошлом, что привело к текущей ситуации. То есть, да, основное с этими вопросами использовать их разные, пробовать. И наблюдать за тем, какие чаще всего вопросы используют ваши коллеги, что чаще всего у вас спрашивают ваши коллеги. Но это, с одной стороны, хорошо может позволить вам подготовиться к беседе, допустим, с менеджерами. А с другой стороны, вы можете показать им, что может быть недостаточно задавать только такой тип вопросов, и рассматривать ситуацию только с этой стороны. Нейрологические уровни, мы их уже сегодня смотрели, и я использую эту пирамиду для чаще всего, когда человек приходит и говорит, слушай, я как-то не очень знаю, вот как мне сейчас на рабочем месте, как-то я так вот, вроде все нормально, но хочется чего-то. Так, а чего хочется? Ну, как-то непонятно, что-то новизны какой-то может хочется, а может, ну, я что-то давно так вот работаю тут. Значит, как мы с ним, с человеком, начинаем работать? Мы точно так же, мы пишем такие вот бумажки с ним, на которых мы пишем окружение, поведение, навыки способности, убеждения, личная идентичность и миссия человека. И начинаем разбираться, на каком же из уровней у человека, ну, есть некоторое недовольство, некий дискомфорт или неудобство. Я вам рассказываю, становись, значит, на листик с окружением, он на него становится. Расскажи мне про свое окружение. Что у вас там, open space, у вас кабинетная какая-то система. Немножко больше информации про это. Человек рассказывает, рассказывает, рассказывает. Ага, хорошо. А что ты делаешь на своем рабочем месте? Ну, я пишу там автотесты. В каком ты фреймворке пишешь автотесты? Можешь немножко подробнее рассказать про последние автотесты, которые ты писал? Ага, а что ты еще делаешь, кроме написания автотестов? Ну, у меня есть как бы один подчиненный, я ему там порой что-то там рассказываю, как что-то надо делать. То же самое про его поведение, конкретное на работе. А как люди вокруг себя ведут? Чем они занимаются? Как они с тобой коммуницируют? То же самое вы прошли с этим. Дальше. Что мне позволяет демонстрировать такое поведение? Какие способности и навыки у меня есть? Например, что мне позволяет моему подчиненному что-то рассказывать? Ну, наверное, у меня есть какой-то навык наставничества, какой-то навык, может быть, ментора. И поэтому это позволяет мне это делать. И поэтому у меня сейчас есть такой навык, и немножко подробнее об этом навыке человек рассказывает. О том, как оно сейчас. Потом мы переходим на уровень убеждений. Скажи, пожалуйста, какие убеждения у тебя есть, какие поддерживают тебя убеждения в твоих навыках? Например, человек говорит, я уверен, что если я хорошо делегирую задачи, то мой объем работы уменьшается. Ну, это хорошее такое убеждение поддерживающее. То есть человек будет стремиться делегировать свои задачи, и при этом он уверен, что их нужно делегировать хорошо. То есть нужно иметь навык делегирования, чтобы делать это делегирование. Потом он спрашивает, слушай, а вот как ты назовешь такого вот человека с такими убеждениями, способностями, навыками, поведением, окружением, и он может сказать, ну, я профессионал, например. Или наоборот, он может сказать, ну, ты знаешь, я как-то так чувствую себя боцманом. Как боцман? Он говорит, ну, там вот менеджер мой, он капитан, а я такой типа на подхвате, там, что-то там помогаю, там, ну, вроде как и не очень так вот самостоятельный. Окей, а зачем там, для чего ты это делаешь? Ну, не знаю, там, чтобы, может, делать как-то там что-то, да, что-то хороший продукт выпускать, делать жизнь каких-то людей лучше. То есть здесь какая-то миссия, что-то очень широкая будет. Вы сделали это в одну сторону, проанализировали ситуацию, какая она теперешняя. Потом вы разворачиваете человека и идете назад и спрашиваете, расскажи, а вот если бы у тебя, ну, было то место, где ты бы очень себя хорошо бы чувствовал, да, там, или что бы ты очень сильно хотел делать, какая могла быть твоя миссия? И в обратной ситуации прогоняете. Как бы ты назвал человека с такой миссией? Слушай, а какие вот у этого человека, да, могли быть убеждения? И вот вы проходите туда и потом смотрите, хорошо, если у вас возможность во время кочинг-сессии записывать, где несоответствие, на каких уровнях, что нужно менять. Например, если это навыки способности, может быть, человеку нужно пойти на какой-то тренинг, а может расширить его зону ответственности. Вот если это поведение, опять же, поведение кого? Его не устраивает поведение коллег, ну, вот с этим вряд ли что-то сделаете. Ну, невозможно, как бы, делать коучинг Васи, если Вася не хочет. Если человек приходит, говорит, слушай, у меня все нормально, мне коучинг не нужен, но иди там вот просто Васю по коучи. Ну, нет, как бы, не бывает такого. То есть, ну, если у человека есть что-то с поведением, какие-то сложности, например, он все время очень эмоционально реагирует на какое-то нововведение на проекте. Он говорит, я прям не могу, вот что-то там поменяли, и мне уже от этого, там, он кричать начинает как-то там, конфликтовать с кем-то. То есть, мы выяснили, на каком конкретном шаге есть какие-то сложности. Это помогло нам глубже проанализировать ситуацию. Порой человек такой посмотрел, ну да, реально там, надо там что-то мне еще изучить, чтобы там лучше что-то делать. Да, действительно, там, может быть, если у нас скрам на проекте, мне хочется, мне нужно пройти какие-то тренинги, можно скрам-мастера пойти сертифицировать. Может быть, действительно не хватает скилла, я не понимаю, как вести, например, там ту же ретроспективу, делать ретроспективный анализ, там, по ходу, после спринта. Вот. Поэтому это просто такая техника, хорошая для анализа. Так, следующая техника, она тоже помогает нам рассмотреть ситуацию с разных сторон, называется декартовые координаты, она такая очень на логику. И вот я привела тоже такой список, как это может выглядеть, с каким реально там вопросом можно работать. Ну, вот, периодически люди приходят с таким вот вопросом. Смена работы или смена проекта. Вот. И мы как бы, задавая эти вопросы, как коуч, то есть вопросов всего четыре типа так вот основных. То есть декарт считал, что чтобы там теорема, по-моему, была верна, ее нужно как-то четырьмя способами доказать. Точно так же мы четырьмя способами пытаемся рассмотреть, насколько там верно наше предположение или неверно. После этого, после того, как вы выписали ответы человека или когда он сам их выписал, вы можете сделать так называемый прокон-анализ, просто уже разделить листик на две половины, написать то, что плюсы там в одну часть, а то, что минусы в другую часть. Вот. Ну, вы получили просто больше информации. Вы опять немножко покопались чуть-чуть в глубже. Вот. Вопросы могут пересекаться, быть похожими, но мы по-разному мотивируемся у каждого свое к мотивации к и мотивации от. То есть мотивация к это, если мы что-то очень хотим и движемся вперед, на что-то очень мотивирует впереди, а мотивация от это мы чего-то избегаем. Ну, например, там, мы не хотим, чтобы там на заказчик как-то с нами некомфортно взаимодействовал для нас, да, поэтому мы там вовремя там что-то выкатываем, какие-то билды. Да, вот это мотивация. Вот. А если мы хотим кого-то осчастливить как бы чем-то, то это больше мотивация к. Для нас важно какое-то поощрение. Мы хотим получить какой-то бонус и там для этого что-то делаем. Вот. Поэтому эти вопросы, они как бы помогают и ту сторону рассмотреть, и другую, и потом сделать этот прокон-анализ, но более эффективно уже. Эта техника изменения эмоционального состояния, она очень такая коротенькая с одной стороны, с другой стороны достаточно сильная. Ее очень просто делать. Для этого нужно положить руки на плечи себе, не другу, и делать легкие похлопывания по плечам. Руки кладутся крест-накрест, сейчас я покажу как. И делаются легкие похлопывания двумя руками в течение так, чтобы в секундный интервал попадали два хлопка по одному плечу и по второму плечу. Что помогает сделать эта техника? Она не сделает вас из радостного, грустного и наоборот. Но если вы залипли в каком-то состоянии, например, у вас произошел какой-то неприятный случай на одном проекте, но у вас начинается, допустим, какая-то презентация или звонок на другом проекте. И вам нужно от этой ситуации как-то уже отключиться. То есть для вас важно еще и вот это вот. Или у вас важна какая-то встреча в этот момент. И вам нужно выйти вот из этого состояния. Порой это просто внутренний диалог, который такой, да-да-да, я мог ему сказать вот это, а вот почему я сказал это, а почему я не додумался до того. И вот он крутится в голове, и вот вам еще хочется из него как-то выпрыгнуть. Вот эта техника позволяет прервать паттерн. Причем он прерывается на небольшое количество времени. Он прерывается там на секунд, не знаю, 10-15 вы, наверное, выиграете. Вы делаете эту технику в течение минуты. Ее больше нет смысла делать. Порой, когда вот чувствуется, что она уже как начинает работать, хочется вдохнуть. Вы так вдыхаете, выдыхаете, и у вас есть какой-то зазор времени, чтобы либо опять впрыгнуть вот в это состояние, которое было, там эмоционально для вас как-то некомфортно, либо что-то другое начать делать, как-то переключиться. Это просто такой вот триггер, который раз так, и вас переключил, и дал вам шанс почувствовать себя немножко по-другому. Можно то же самое делать как бы похлопывание по бедрам, но если вы делаете это где-то, то вот с руками легче, потому что так встать и себя немножко так это похлопывать, но как так нормально. У меня есть команды, которым я показала эту технику. У них когда начинается какое-то такое очень бурное обсуждение все такие, да, что, давайте сядем. Такие, ну это с одной стороны шутка, с другой стороны они уже на этом переключаются, они такие уже типа, ну прикольно. Существует ряд барьеров для коучинга, с которыми мне, к сожалению, приходится довольно часто сталкиваться в компании. Непонимание целей коучинга, особенно если коучинг заказывает как бы третья сторона. Ну то есть если, допустим, программ, он хочет, чтобы я покоучила его PM-ов. Он приходит к PM-у, говорит, ну вот вы классно работаете, там молодцы, но я вижу вам есть куда расти, хотите вот с коучем позаниматься. Ну они такие, ну да, конечно хотим. Ну как бы вряд ли они, ну как-то программу не очень удобно говорить, что как-то они не хотят развиваться. Вот. И тогда нужно понять, вот чьи цели вы преследуете в этом коучинге. Цели программ-менеджера или цели PM-ов, или цели компании, потому что это все может отличаться. Если начинаю работать с человеком, если это от него запрос, я ставлю в известность его программа. И у меня есть договоренность, например, в своей компании, что я не рассказываю, ну даже если человек захочет уволиться, я не буду это рассказывать, ну в рамках компании, что человек собрался увольняться. Я работаю как в этом случае на человека, потому что конфиденциальность, она важна. Иначе люди как бы перестанут приходить и какие-то свои такие вопросы обсуждать. И про это лучше сразу договориться в той компании, где вы работаете, что есть какие-то вещи, которые вы проговорите только с вашим клиентом, который к вам пришел. Но цели можно выяснить сразу у всех. Если вы видите, что цели человека, который пришел к вам на сессию, сильно различаются с целями компании, можно отказать человеку, ну как бы в коучинге, да, то есть вы тоже имеете право как коуч это сделать. Еще вот такая ситуация, когда коучинг заказывает не сам человек, а кто-то третий, даже клиент заказывает, а вы на вендора работаете, то человек может воспринять коучинг как такая, типа, ну вот ему нужна эту сессию, а у него там куча митингов, ему там еще нужно кому-то что-то рассказать, с кем-то встретить, он такой забегает, слушай, давай сократим это до получаса. Нет, ну мы не сократим. Если у вас какая-то техника, которую надо делать час, значит мне нужно делать час его с ним. Вот поэтому это не может быть отвлекающей такой от работы активности. Это для его развития. Если ему надо, он ходит к вам на встречу. Если ему не надо, ну значит не надо. Значит делайте, может быть, реже эти встречи. Может быть, делайте их раз в месяц, а не раз в неделю. Если вы коучите человека, который, например, как-то учите его увеличивать свою зону влияния, например, учите его становиться более ответственным, а он на проекте это проявлять не может. Ему не надо там больше ответственности на проекте, чем у него есть. Он не может эти навыки реализовать на своем проекте. Ну такое тоже с человеком нужно проговорить и с его менеджерами. Это получается мучение. Вы даете человеку что-то, на что он никак не может повлиять, на что он никак не может интегрировать свою работу. Иногда коучинг может быть как аспирин, вот как вот эта техника. То есть она такая, как аспирин работает. Ну вот, например, с этой техникой. Если человек часто выпадает в какие-то не очень позитивные состояния, то ему эта техника, она может и будет помогать его выводить из них разово. Но это скорее какой-то паттерн поведения длительный. Поэтому здесь нужно работать с чем-то другим. Может есть какое-то убеждение, какой-то паттерн мыслительный. Я вот на воркшопе тоже рассказываю случай, расскажу и тут. На своем по коучинге в воркшопе, который был пару часов назад, было какое-то исследование. Значит, группу людей регулярно на протяжении дня заводили как-то в аудиторию этих согласившихся добровольцев и давали им играть в тетрис. Они играли в тетрис там по несколько часов в день. Это продолжался, по-моему, эксперимент неделю или там 10 дней. После этого люди как бы делились своими наблюдениями из жизни, что они стали больше замечать. Они сказали, знаете, мы стали замечать, что на улице вот эти вот тетрис, все как тетрис-фигуры. То есть дома стали похожи на тетрис-фигуры. Их мозг стал обрабатывать информацию, которая поступает с точки зрения того, как вот эти вот физические объекты реальности располагать как тетрис-фигуры друг с другом. Они стали за это очень сильно цепляться, потому что они там по пять-шесть часов играли в тетрис, выходили на улицу, и там был тетрис. Вот. Так вот тот исследователь, он говорит, что люди, которые думают негативными паттернами, они точно так же видят такой же паттерн на улице, точно такой же тетрис, вот этот негативный на улице. То есть если человек привык все время везде видеть, ну, что-то не очень хорошее, он так вот выходит там на улицу или остается, когда там на работе, он видит только не очень хорошее, как и те фигуры тетриса. Поэтому паттерн мышления, его можно менять, как и физический паттерн, вот как человек там ходит или двигается, там машет руками, да, это же все как бы, ну, двигательный паттерн наш. Так у нас есть такой же паттерн и психический. Мы точно так же думаем паттернами, его точно так же можно изменить. Так вот, про спирин. Если это разовое просто влетание в какую-то ситуацию, в которой вам неудобно, вы сделали эту технику, похлопали себя, как бы вышли, да, но на долговременной основе такое не будет работать. Если у вас человек каждый раз будет прибегать с каким-то пожаром, что, ой, у меня опять конфликт там с Машей. Окей, давай разбираться с конфликтом с Машей. А на следующий день приходит, ой, у меня конфликт опять с Петей, ой, у меня там конфликт с клиентом. Ну, надо что-то более как бы длительную работу с чеком проводить, разовое там может не получиться. Надо учитывать особенности и ситуации сотрудников. Если одна техника сработала с сотрудником, хорошо, то это не значит, что она сработает с другим сотрудником точно так же хорошо. Вот эту вот технику, которую я показала в подготовке, ну, я не видела, с кем бы она не работала. Она работает со всеми. Есть техники с более сильной визуализацией, когда мы что-то визуализируем, например. Я прошу человека что-то представить. Как бы могла выглядеть твоя тревога, если бы ты ее вот как-то увидел? Ну, не знаю, это просто там какой-то кирпич висит. Ну, окей, а другой человек может сказать, да, визуализация вообще, я не понимаю, с чем ты меня хочешь. Я спрашиваю, слушай, как ты чувствуешь, что ты злишься? Да никак, у меня просто надпись в голове, злюсь. Ну, окей, там. Ну, тогда вы с этой надписью можете что-то поделать, там, поиграть. А если эту надпись там сделать более блеклым шрифтом, а если ее немножко размыть, то есть уже вы начинаете с такими, с образами работать. Но не на всех людях это тоже сработает. 7C успешного коучинга, они на английском, потому что 7C, ну, как бы, начинаются все с буквы C. Нужно оставаться в connection с человеком, то есть связи с человеком, с которым вы работаете, как коуч. Но то же самое, допустим, касается, мне кажется, что вот эти вот практики хорошо лягут на one-to-one митинги менеджмента, которые проводятся со своими сотрудниками. То есть если вы с сотрудником разговариваете, вы должны быть, ну, как-то 100% уделять ему внимание в этот момент. Не телефону, там, не письмом, там, просматривать. Такой отличный one-to-one митинг, но менеджер сидит, свой компьютер смотрит, и сотрудника спрашивает, ну, как там у тебя там дела, нормально всегда, хорошие у тебя там встречи, там, хорошие у тебя там проекты, там, задачи интересные ли у тебя. Нужно заботиться, ну, проявлять какую-то заботу о человеке, как коуче, как менеджер. Может быть, у него есть какая-то сложность, тогда нужно, ну, попробовать помочь решить эту сложность. Может быть, какую-то задачу вместе с ним сделать. Нужно четко понимать в коучинге, вот это точно в коучинге, куда вы хотите дойти вместе с этим человеком, вот, или выяснить, когда вы узнаете, куда вы хотите дойти. Ну, просто человек может постоянно ходить к вам на коучинг-сессии, но вот причины этого или как-то и последствия будут непонятны. То есть спрашиваешь, вот человек у меня такой был, ну, как бы он сейчас ходит, но сейчас нам стало после 20 сессий понятно там, куда мы двигаемся, потому что 10 сессий мы просто сидели друг на друга смотрели. Ну, да, я еще сейчас обучаюсь на психотерапевта, и для меня формат работы сидеть, смотреть нормально, просто терапия, она медленная очень, там очень много про чувства, но хочется человеку час со мной посидеть, ну, хорошо, вот, но я все-таки ожидала, когда же у нас начнется какой-то диалог, и куда мы начнем с ним двигаться. Ну, в итоге мы начали двигаться, но вот эта ясность какая-то должна быть понимание у вас. Если вам что-то непонятно человеку, спросите его, ну, и что бы он вам не сказал, это все равно будет, ну, в какой-то рамках правды, даже если вы думаете, что это не так. Если он говорит, что вот он считает, что он как бы очень хороший человек, добрый, такой отзывчивый, а все вокруг там как-то неправильно себя ведут. Ну, значит, как-то с этим надо работать, но скорее тогда вы будете выводить его на то, что, ну, вот, может быть, у него есть какие-то качества, о которых другие тоже думают, что они не очень такие хорошие. Ну, любознательность хорошо проявлять к человеку, какое-то любопытство по поводу, слушай, что с тобой происходит, да, как у тебя там ситуация, вот вы поработали с какой-то, допустим, ситуацией какой-то, сделали такую вот технику, как мы делали, да, человек пошел на эту встречу или презентацию съездил, и вы его спросили, ну, как прошла, расскажи мне, да, как это было, да, чтобы опыт закрепить, если он был позитивный, а если быть негативным, то тогда, ну, разобрать какие-то lessons learned, да, что мы узнали из этой ситуации, какие уроки у нас из этой ситуации мы вынесли. Ну, если у человека что-то, вы знаете, еще происходит в семье, ну, можно так тоже спросить, ну, чтобы вы понимали, что на коучинг-сессии он с вами, а не думает про свои проблемы, которые, ну, у него где-то есть в другом месте. Ну, вот это вот проявить любопытство, но это такое любопытство, больше как интерес к человеку. Ну, да, человеку иногда нужно задавать ему неудобные вопросы. Человек ходит к вам, все говорит, да вот это там, вот это у меня там такая проблема, 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 там, что-то у меня там все у них там не работает. Слушай, а почему это для тебя проблема, вот лично? Не знаю, ну, заказчику вроде доволен, там, команда тоже, ну, бывают какие-то, да, там, сложности на проектах. Почему ты все время про это говоришь? Почему это для тебя проблема? И вот он может задуматься, действительно, а почему это вот так? Вроде как все вокруг довольны, может, это реально, он просто любит нагнетать такую вот ситуацию, что вроде как все плохо, там, не очень как-то все. Вот, поэтому это важно вот так челлендж его разными вопросами. Сохранять, как я уже сказала, конфиденциальность важна в разговорах, вот, а не так по коучечек, а потом там в курилку там или в кафе, да, у меня там был такой вот, вот, вы так очень как бы бережно. Если человек вам сказал, что эту информацию можно кому-то рассказать, вы тогда, хорошо, окей, я там тогда вот поговорю, может, еще с кем-то, с тем-то. Да, так вот аккуратно. И коммитмент, это значит, что вы вместе с человеком сделаете все возможное, чтобы он достиг цели. Но это вот ответственность 50 на 50. Это не так, что приходит человек и говорит, похудейте меня. Нет, такими вещами мы не занимаемся, ну, как коуч это, ну, то есть я тебе распишу программу, да, что нужно делать, я буду вместе с тобой как-то, ну, рядом стоять, когда ты будешь это делать, я окей с этим, но за тебя я это делать не буду. И вот это сразу нужно разделить ответственность. Это можно почитать. Роберт Дилтс. У Роберта Дилтса вообще очень много коучинговых моделей. Они большинство очень классные. И иногда начинаются некоторые сложности с тем, как интегрировать эти модели в практику. Но если их как бы так вот посмотреть и покрутить, и при помощи второй книжки, которой Мэрилин Анкинсон, можно понять, как эти системы интегрируются. Вот просто модель, да, вот эту пирамиду я вам показала, да, Дилтса. Вот видите, ее можно использовать, например, как рассмотрение ситуации, когда человек хочет увольняться. Да, а с другой стороны эту пирамиду можно использовать, которую вот мы вот здесь смотрели, сейчас ее… да, ее можно еще рассматривать при найме сотрудников к себе в компанию. Например, даже не так, при основании своей компании, какое окружение должно быть у меня в компании, ну, вот офис, как он должен выглядеть, какое поведение людей я буду ценить в своей компании, какое поведение они должны демонстрировать, ценное для моей компании, какие способности должны быть у людей, какие убеждения должны быть у людей в моей компании. Ну, например, убеждение, что человек работает с 9 до 5, а потом хоть потоп, ну, может быть, вас не устраивает такой сотрудник. Ну, как бы или наоборот, что у вас убеждение такое, что вот главная семья, и чтобы тогда люди в вашей компании разделяли тоже это убеждение. Ну, опять же, как вы будете называть таких людей, которые там хотят к вам прийти работать в компании, какая миссия вашей компании. То есть один и тот же инструмент, возвращаясь к Роберту Дилцу, да, можно использовать разными способами. Динамическое обучение просто показывает, как можно обучать детей, но на самом деле так можно обучать и своих сотрудников, и себя. И Мэрилин Аткинсон, это такая тоже толстая книжка достаточно, но вот там все про коучинг, то есть как правильно задавать вопросы, как вести беседу с человеком, как оставаться нейтральным в коучинге. Потому что в коучинге мы в контент сильно там не уходим. Человек нам что-то рассказывал про свою проблему. Вы такие, да ладно тебе, это не проблема. Слушай, вот у меня был случай такой вот недавно. И такие, давайте ему этот случай или там. Да вот у меня там вот у знакомого такое случилось. Нет, это не коучинг. Это какой-то просто стори-теллинг про себя. Вот Мэрилин Аткинсон рассказывает, как, что делать и что не делать. Вопросы? Кому передать микрофон? Кто готов? Отлично. Я не тороплива, у нас есть еще время. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Хотелось бы, вот вы в своей презентации упомянули one-to-one митинги у PM-ов. Хотел бы спросить, а как на ваш взгляд, как часто их нужно проводить и вообще у вас компания проводит ли их? Прошу к вам же. Да, в Люксофте one-to-one митинги проводят, проводят достаточно редко. Я думаю, что, ну там они проводятся, не знаю, мне кажется, что раз в два-три месяца проводятся эти митинги. Но я думаю, что их надо проводить не реже, чем раз в месяц. И это все-таки сначала можно начинать с таких формальных бесед, потому что если человек к вам придет на one-to-one митинга, вы начнете что-то с ним сразу очень такое личное, пытаться выяснить, его реальное отношение к тем задачам, которые он делает, отношения с коллегами, он может не сказать. Начинать можно с формальных, да. Какие-то задачи на проекте, да, можно спросить, расскажи там немножко о них подробнее. Окей, там твои, может, какие-то планы, там, что-то, эти обычные вопросы, а что ты думаешь делать там через полгода. Так общий формат какой-то задать, а потом человек, когда уже привыкнет к вам ходить на one-to-one и уже для него это будет такое спокойное место, где можно с чаем даже посидеть, тогда вот можно там более такие, ну более глубокие вопросы задавать. Ну так вот раз в месяц, чтобы этот контакт такой наладился на протяжении полугода. Ну да, раз в месяц 30, если у вас действительно такая горизонтальная, очень такая плоская система, да, и у вас нету подчиненных, но сделайте их не полчаса, не час, сделайте их 20 минут, сделайте 15 минут, но уделите вот именно время, эти 15 минут этому человеку полностью. Ну, мне кажется, мое личное мнение это так, то есть нужно делать one-to-one с вашими людьми действительно не реже, чем раз в месяц, чтобы поддерживать контакт. Где-то был микрофон. Я его уже украл, поэтому я спрошу. Меня зовут Артим, спасибо, очень интересно, но вот такой вопрос есть. Сталкивались ли вы в практике, есть такое понятие драма, когда человек приходит и там начинает рыдать, там все плохо. Вот что-то можете посоветовать, что тут делать. Вот если честно, ну, наверное, потому что я работаю уже местами, как иногда, как терапевт, меня такое, ну, я могу с таким находиться рядом человеком. Чтобы я сделала, вот, ну, из текущего как-то своего знания, я бы дала человеку поплакать. Ну, то есть вот и сейчас человек околбасит, ему плохо, я бы дала это сделать. Потому что у него, скорее всего, может быть, нету другой возможности. Да, вот он пришел, такой, все плохо. Я бы спрашивала, что плохо, расскажи, расскажи, почему так плохо. Расскажи. А потом бы начал выводить его, а что с этим, слушай, а что с этим можно сделать. А скажи, пожалуйста, а ты можешь заметить вот на своем проекте три вещи, которые хорошо? Вот сначала мы дали ему там это все рассказать, выяснили вот эту его основную боль, а потом мы начинаем немножко его как бы менять фокус на какие-то другие вещи. Вот это может хорошо, вот это хорошо, хорошо. Слушай, а вот можно тебя попросить до следующей нашей сессии, которая у нас там, не сессия, а после этого будет митинг one to one. Пять вещей, заметьте, которые хорошо. Да, я понимаю, что есть проблемы. Если вы можете решить какие-то, помочь ему проблемы, может быть, стоит помочь ему там решить какие-то проблемы, но немножко переводите вот этот фокус на позитив. Ну, про слезы я вот там не бегу сразу, там кружку с водой не несу, там салфетки не даю, ну и серену, да, человеку нужно. И на самом деле психотерапевты, которые давно работают, они не очень любят, когда вот какая-то групповая сессия идет, люди, кто-то расплакался, ему там все салфетки, да ладно, там, да ты че. Ну окей, это ответственность человека, он плачет, ваша как бы ответственность за себе, о себе позаботится. Если вам в этот момент комфортно, вы можете с тем находиться, находитесь. Но он проплакался, и потом его вперед уже можно выводить. Отлично, я видел еще две руки. Кого? Кому нести микрофон? Кому нести микрофон? Мне кажется, что был бы губ, да. Прекрасно. Тогда я предлагаю этому человеку дать микрофон, пускай он задаст вопрос, а там ему кружку отдадим. Кружка там ему? Хорошо. Отлично. К сожалению, нет, но у вас есть возможность задать вопрос и получить ответ. Дело за вами. Спасибо за доклад, еще очередное. Собственно, я настолько вот следил, это все речь шла об одиночном коучинге, если так можно назвать, коучинге одного человека. Если же мы говорим, ну, по крайней мере, вот мне как скроммастеру чаще приходится иметь дело с командой, то есть коучинг все-таки команд, при этом переходить от коучинга команд к коучингу конкретных там участников команды, потом обратно. Вот такие примеры, у меня конфликты с Петей, нужно что-то сделать с Петей и так далее. Вот переход с этих уровней, ну, это совершенно разные там виды коучинга. Вот как балансировать все-таки и как это, ну, как-то уравновешивать. Потому что иногда бывает сложно, ты там проникаешься проблемами одного человека, понимаешь, как бы, что его проблемы противоречат там задачам команды текущим и так далее. Есть ли какие-то вот из опыта личного, может, примеры и так далее. Я бы, наверное, вот то, что я прихожу, когда в команды коучить, я задаю такое первое правило, это ground rule, когда мы говорим о себе. То есть мы не говорим, что Вася там что-то не так сделал. Мы говорим так, значит, вот Вася там не подготовил в очередной раз требование для разработчика. Значит, сам разработчик говорит, что мне было очень неудобно писать код без требований. И потом, когда Вася наконец подготовил требования, я, короче, свой код переписал два раза. Вот он говорит это Васе. Вася, мне реально переписывать код по два раза, мне плохо от этого, мне неинтересно это. Более того, часть моей работы, она пошла в мусорку. Ну вот скажи, для чего я там это делал? Человек рассказывает о своей боли. Вот это вот от первого лица, и я пробую людей попросить не использовать, ну, такие вот конструкции, типа что-то случается или что-то происходит само по себе, такие безличные. Вот я говорю о себе, о том, что в моей как бы власти, о том, что в моей компетенции. Это первое правило, которое я задаю. Потом я делаю еще team building games с командами. Есть такая игра, не знаю, играли ли вы, journey line, линия жизни, когда команда раздается всем членам команды флипчарты, и они рисуют такой график своей жизни, например, начиная с университета или начиная там с первой работы. Ну, скажем, с университета все было плохо, там не мог долго найти работу. Потом график пошел вверх, я там женился, купил машину. Там работал, работал, классно было, потом-то нас всех уволили. График пошел вниз. Вот такой вот веселый график рисуется, и каждый человек, ну, выходит и свой график презентует. И тут люди узнают, что с ними работает кто-то, кто работал там, не знаю, в Ноке, например, где-то, а кто-то, оказывается, там работал где-то в очень там, в Австралии несколько лет. А у кого-то там, не знаю, уже трое детей, а никто вообще не знал, что он женат. Ну, вот такие вот тоже вещи, да, как бы. И потом начинают все такие хихиха, оказывается, что кто-то тоже играет в волейбол, как и кто-то играет в волейбол. Немножко вот это добавляет личного отношения, очень помогает. И еще есть такая техника, называется созвездие, это беззвучное выражение своего мнения по какому-то стейтменту, по какому-то убеждению. Например, человек что-то считает, он считает, например, что на любом проекте нужны автотестирования. И он говорит, вот мы так играем в таком формате. Каждый человек высказывает какое-то убеждение о своей работе. На любом проекте нужны автотесты. Те люди, которые с ним очень согласны, они подходят к нему максимально близко. Те люди, которые меньше согласны, отходят от него максимально как-то или как-то дальше. Но образуется такое созвездие из людей вокруг этого человека. И мы посмотрели, как кто относится вообще к чему. И немножко размялись без вот этих конфронтирований друг с другом. Вот эти три вещи, наверное. Вот такое беззвучное выражение мнений, тимбилдинг, игры различные. Игры вообще супер. Очень простые какие-то игры, даже детские, которые вы там найдете. С этими, знаете, какие-то бумажки клеите. Каждый клеит друг другу бумажку с названием какого-то персонажа, который все знают. И потом по одному вопросу каждый человек может задать, чтобы узнать, кого у него бумажка. Там супермен у него бумажка. Ну там разные бывают бумажки. Договаривайте сразу, каких героев вы там будете записывать. Но это очень весело, и это очень расслабляет. Даже если вы делаете такое один час раз в два месяца, обстановка меняется на проекте. Ответила ли на вопрос?